ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Сотрудники ГИБДД не могут запрещать водителям снимать их на видео, а также осуществлять фотосъемку и аудиозапись. Об этом, по данным известий, говорится в письме, подписанном руководителем госавтоинспекции Михаилом Черниковым. Так он отреагировал на сообщения автомобилистов о том, что инспекторы теперь требуют выключить записывающее устройство, ссылаясь на то, что во вступившем недавно в силу новом административном регламенте о съемке ничего не сказано. Однако право гражданина на поиск, получение, передачу и распространение информации любым законным способом закреплено в 29-й статье Конституции, говорится в вышеупомянутом письме. ТРАССА СТО ОДИН Федеральная антимонопольная служба выдала нефтяным компаниям предписания о том, чтобы они увеличили поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок на 7% и на 20% соответственно. Это должно предотвратить рост стоимости горючего до конца 2017-го. А с января, как известно, повысятся акцизы. Добавлю, что некоторые эксперты прогнозируют в марте-апреле следующего года резкий скачок цен на бензин. ТРАССА СТО ОДИН Россияне активно жалуются в ГИБДД на водителей, игнорирующих ПДД. По данным автоинспекторов, в этом году к ним поступило более 200 тысяч фотографий и видеороликов. Они стали основой для вынесения порядка 70 тысяч постановлений об административном правонарушении. Чаще всего стучат на незаконопослушных автолюбителей в Москве и Казани. ТРАССА СТО ОДИН В первой половине 2018-го китайский автомобильный завод номер один начнет продажи в России компактного кроссовера D60. Машина будет комплектоваться бензиновым двигателем объемом либо полтора, либо 1,8 литра. Коробка – пятиступенчатая механика или шестидиапазонный автомат. Привод – передний. В стандартное оснащение машины войдут фронтальные и боковые подушки безопасности, кондиционер, камера заднего вида, система курсовой устойчивости и так далее. Сейчас FAW из Поднебесной представлен у нас двумя моделями – седаном All-A с минимальным ценником 491 тысячи рублей и кроссовером Bestorn X80 по цене от 1 миллиона 50 тысяч рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова